Сегодня в выставочном центре Кёльна тысячи людей стреляли из лазеров, размахивали алибардами, гоняли на роскошных болидах и пели голосами поп-звезд. Так выглядит главная мировая выставка компьютерных игр Gamescom 2010. Основная тенденция – джойстик и клавиатура уходят в прошлое. Главный игровой манипулятор теперь – тело игрока. То есть, как движешься ты, перемещаешься в пространстве, так и твой герой в компьютере тоже перемещается и движется в пространстве. Сергей Малоземов попробовал, как это работает. Этому парню Ронни 37 лет. Он работает продавцом в магазине. А еще он давний фанат легендарной ролевой игры World of Warcraft. Ронни нравится представлять себя то воином, то магом, то разбойником. И он готов часами стоять среди таких же странноватых субъектов в очереди на просмотр новой версии любимой игры. Когда у тебя две жизни, одна настоящая, другая в игре, это, конечно, отнимает кучу времени. Я себе такого позволить не могу, но некоторые, я знаю, играют, не переставая, с утра до вечера. Но самые большие толпы на стендах Sony и Microsoft. Непримиримые конкуренты одновременно выбрасывают на рынок два похожих устройства, которые должны перевернуть игровой мир. Вот первое – Move от Sony. Жезл со светящимся набалдашником. Внутри датчик движения плюс камера, следящая за игроком. Очень забавно. Играешь, как живешь. Мне не нужно, как раньше, помнить, какая кнопка, что значит. Стрелочка вправо, стрелочка влево – все это в прошлом. Смотрите, я просто бью по мячу с правой или с левой стороны. И приставка это понимает. Игроки оценили. И на открытии увлеченно резались в теннис, махая рукой с воображаемой ракеткой и представляя, что ты Роджер Федерер. Другие сражались на мячах, тоже виртуальных, но энергию-то в удар теперь надо вкладывать. Настоящую – это совсем другое чувство. Кое-кому понравилось танцевать с волшебным жезлом в руках, представляя себя звездой. Мы же попробовали на себе и конкурирующую новинку – Кинект от Microsoft. Здесь две камеры непрерывно оцифровывают твои движения. И можно, например, вполне реалистично пнуть воображаемый мячик и забить гол. Можно разбежаться, правда, делать это надо на месте, иначе система теряется. И бросить копье. С этими новыми манипуляторами бывают, правда, и несчастные случаи. Такие видеоролики уже есть в интернете. Но владельцы игровых студий все равно потирают руки, предвкушая прибыли. Думаю, что через 2-3 года игры будет покупать гораздо больше, условно говоря, нормальных людей, у которых нет маниакального желания стрелять и убивать. Например, старики захотят заниматься спортом, который здоровье им уже не позволяет. Взрослые дети будут учиться, играя. Для нас это все – новые потребители и новые прибыли. В богатой и спокойной, но скучноватой Германии уже играют почти все – от мала до велика. Рекламу игр тут крутят по телевизору, а в семьях, как правило, по несколько игровых приставок. Игра – такая важная часть жизни, что выставка Gamescom для многих немцев – одно из главных событий года. Многие игры тут служат не только для развлечения, но и для поднятия самооценки. Например, очень легко убедить себя, что умеешь как профессионал играть на гитаре, хотя на самом деле, может, только владеешь парой аккордов. Здесь нужно всего лишь нажимать на цветные кнопки, которые подсказывает тебе компьютер. И песня будет звучать, как на концерте. Давайте попробуем сыграть Iron Maiden. Оторваться абсолютно невозможно. Сергей Малоземов, Владимир Фомин, НТВ, Кёльн, Германия. По крайней мере, родители, у которых дети подвисли на компьютерных играх, теперь могут быть спокойны, что они еще, в смысле дети, физическими упражнениями занимаются, не сидят, не толстеют. Главное, чтобы они добились, чтобы те тренировались так же в чтении книг, например. Ну, это следующее, знаешь, будет какая-нибудь компьютерная игра, я читаю Льва Толстого.